Всем привет, друзья! Вы на канале GadgetPage. И сегодня у меня на обзоре новая умная кормушка для питомцев с камерой от бренда Puffbee, которая увидела свет благодаря крутофальниковой площадке от Xiaomi. Перед обзором хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своем экране, и также ссылку на группу вы найдете в описании. Устройство поставляется в небольшой коробке, на которой есть логотип бренда, рисунок устройства и сзади некоторая техническая информация на китайском языке. Внутри лежит комплект для крепежа кормушки. Это на выбор либо 3М-скотч на нижнюю сторону, либо шурупы с дюпелями для закрепления устройства на стене. Также есть трафарет, чтобы правильно просверлить эти отверстия. Далее в коробке гарантийный талон и небольшой буклет с инструкцией на китайском языке. Также тут лежит адаптер питания в сеть с прикручиваемым колпачком на разъёме, чтобы ваш питомец не смог отключить провод. На первый взгляд, само устройство напоминает то ли гигантскую IP-камеру, то ли увлажнитель воздуха. В целом, вид устройства не выбивается из ряда других умных гаджетов, которые выпускаются под брендом Xiaomi. Корпус выполнен из белого ABS-пластика, и на задней стороне устройства есть пара отверстий как раз для закрепления его на стене с помощью шурупов из комплекта. Сверху на корпусе чёрная крышка с простым поворотным фиксатором, который исключает доступ питомца к ёмкости, в которой должен находиться его корм. Также, если крышку перевернуть, вы увидите там наклейку логотип бренда, отверстие в центре которого является своеобразной линейкой для гранул корма. Максимальный размер тут также написан и цифрами, это от 5 до 7 мм. Сюда подойдёт не любой корм, и даже подушечки-вкусняшки для кота сюда не помещаются. А вот гранулы ежедневного корма для кота как раз отлично подошли по размеру. Засыпается корм в ёмкость внутри, и на дне тут присутствует вращающийся механизм с силиконовыми лопастями, который дозирует подачу гранул по одной штучке. Также, с открытой основной крышкой, у вас есть доступ к слоту карты памяти, которая может пригодиться, чтобы сохранить фото и видео, отснятые на камеру кормушки. Слот надёжно прикрывается резиновой заглушкой и защищён от попадания туда влаги, в случае, если вы будете мыть устройство. Спереди у кормушки глазок камеры, который прикрыт выпуклым прозрачным пластиком, чтобы обезопасить сенсор. Это широкоугольная линза с углом обзора в 130 градусов, автоматическим ночным инфракрасным видением и возможностью съёмки 1080p видео с частотой 20 кадров в секунду. Вокруг камеры также есть несколько элементов. Это отверстие микрофона, световой индикатор и датчик освещения. Ниже, также на передней стороне, находится отверстие с подпружиненной лапкой подачи, которая и должна выбрасывать корм вашему питомцу. С боковой стороны корпуса выходит провод питания, с ответным разъёмом и резьбой для фиксации колпачка, который находится на проводе от адаптера. Нижняя сторона кормушки полностью покрыта противоскользящим материалом. Также тут есть отверстие кнопкой резет и открываемая секция для доступа к лапке подачи. Она поможет в случае, если корм попадёт куда-то не туда и механизм застрянет. Противоскользящая поверхность снизу – это, конечно, хорошо, но из-за вытянутой формы устройства она не кажется такой убедительной. Из-за этого даже небольшой кот сможет опрокинуть кормушку, если облокотится на неё или толкнёт лапами. Так что лучше всё-таки воспользоваться одним из вариантов крепежа, который есть в комплекте, и как следует закрепить устройство в желаемом месте, прикрутив его на стену или приклеив на пол. Это точно обезопасит устройство от падения и также вашу квартиру от возможного бардака и от следов попытки похитить корм из устройства. Кстати, по поводу бардака и возможных загрязнений на полу вашего дома. На правах рекламы хочу порекомендовать вам и немного рассказать о крутейшем аккумуляторном аппарате для влажной уборки пола от всемирно известного бренда Kercher. Это новая модель под названием FC3 Cordless. Это не пылесос, а электронный аналог швабры с вращающимися роликовыми щётками. Это очень удобное и понятное высвоение устройства, которое в разы упростит вопрос влажной уборки в доме. Роликовые щётки здесь закреплены на шарнирные чистящие насадки и при работе они с большой скоростью вращаются вперёд и смачивают пол, отлично справляясь загрязнениями. Сами щётки смачиваются из специального бака, расположенного на корпусе, куда помимо воды нужно будет добавить чистящее средство. В комплекте с устройством, кстати, вы также получите одну бутылку с моющей жидкостью и также ещё пару флаконов с фирменным чистящим средством для разных типов покрытий. Над роликовыми щётками располагается осекатель грязной воды. Он снимает смесь воды и грязи с щёток и перемещает её в специальный бак, разделённый на две секции, которые находятся внутри насадки под специальной крышкой. Благодаря такой системе самоочистки мытьё пола будет всегда только чистой водой и ни о каком размазывании грязи, как в случае с обычной шваброй, тут речи не идёт. Устройство в какой-то степени производит революционный прорыв на рынке влажной уборки твёрдых напольных покрытий и отодвигает обычные швабры на задний план, сделав их ненужными. Мойщик Пола Керхер имеет один основной режим и управляется с помощью всего одной кнопки. Устройство подходит для мытья практически любых твёрдых напольных покрытий, обладает прекрасной манёвренностью и простой мобильной конструкцией. Также для удобного хранения устройства продумана парковочная станция-держатель, в которой аппарат можно зафиксировать вертикально, и там же можно зафиксировать роликовые щётки, чтобы просушить их после уборки. Если вы заинтересовались, то более подробно о устройстве вы сможете узнать по ссылкам, которые вы найдёте под обзором. А мы возвращаемся к кормушке и будем проверять её в деле. Устройство легко подключается к смартфону через приложение Mi Home по принципу IP-камеры. После синхронизации вы окажетесь на главном экране плагина, большую часть которого занимает изображение того, что видит камера в реальном времени. Здесь можно повернуть изображение в горизонтальную ориентацию, а также масштабировать его. Есть кнопка выбора качества видеопотока и кнопка выключения камеры. Также через настройки можно включить или выключить автоматический ночной режим у камеры и изменить ещё пару других параметров. В других настройках плагина всё стандартно и никаких сложных параметров, связанных с функционалом устройства, здесь нет. Также с главного экрана, когда вы наблюдаете за питомцем, можно сделать снимок или начать видеозапись. Сохранится это на вставленную флешку или же в облачное хранилище. Кнопка с трубкой активирует динамик на кормушке, и питомец будет слышать всё, что вы говорите в микрофон смартфона. Ну а посередине снизу заветная кнопка для кормления питомца, по которой нужно свайпать вверх, чтобы кормушка выдала вкусняшку. Вот уже в предвкушении, пробуем. И увы, мой хвостатый сегодня остаётся без гостинца от умной кормушки. После свайпа по значку с едой всплывает сообщение о том, что данное устройство или функция не может быть использована в вашем регионе. Коту причина до конца непонятна, да и мне, если честно, тоже. Дело в том, что в моём аккаунте mihome, как расположение, у меня указан Китай, и это единственный регион в программе, где в списке устройств можно найти эту кормушку. Ну то есть при указанном любом другом регионе вы попросту не сможете даже подключиться к устройству, так как его не будет в списке. А при выбранном регионе Китай, где устройство есть, вы подключитесь, но при использовании основной функции вам напишут, что это недоступно в вашем регионе. Это очень странно. Возможной причиной этому также может являться то, что кормушка попросту попалась неисправной, но в этом ещё придётся разобраться. Так или иначе, задумка интересная, и устройство могло бы стать отличным дополнением к умному дому, с помощью которого можно удалённо наблюдать за своим питомцем, разговаривать и выдавать вкусняшки. Но последнее в деле мне попробовать не удалось. Если у вас есть предположение, почему не получилось использовать весь функционал устройства, можете написать об этом в комментариях. Также все нужные ссылки, чтобы заказать устройство или узнать актуальную цену, вы найдёте под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok